Амайя Амайя, комсорге 221-й ленинградской школы, известна крайне мало. В ее патетическом дневнике громкие слова о родине долгей коммунистической молодежи перебиваются краткими и ужасающими на этом вдохновенном фоне бытовыми записями, как, например, 25 января 1942 года. Вода не идет, радио молчит, телефон не работает. Топлива в Ленинграде нет, мороз минус 39 градусов. Майя Бубнова училась в 8-м классе средней школы Куйбышевского района. Отец работал на железной дороге. Это все, что смогли нам сообщить в Центральном архиве историко-политических документов, где уже много десятилетий хранится этот дневник. Мы знаем, что Майя пережила войну. А взрослой Майе Александровне доходили известие, что занялась наукой, командирована из Ленинграда. Последние ниточки к ней ведут в начало двухтысячных, когда она проживала в городе Пушкине на улице Магазинной. Затем след обрывается. Вернулись мы с окопа в тревожное время для Ленинграда. Момент, когда началась бомбардировка города. И вот тогда-то, работая в цеху, я часто слышала со стороны тетушек такие разговоры. Меня немец не тронет. Я не еврейка, а муж мой не коммунист. А то, что он в армии, так ведь всех мобилизовали. Сам-то ясно бы не пошел. Кому охота? Ведь дрожат за свою шкуру, за свою драгоценную жизнь, оставив в тяжелый момент свою родину. Предатели, трусливые остатки мелочных буржуа, прятавшихся в своих норах. А когда начинаешь им возражать, нечего за коммунистов заступаться. Продали они нас. Если немцы придут, то увидишь, что почти все перейдут к ним. По их расчетам, это должно было случиться в ближайшие два-три дня. При немце даже лучше, так как можно будет заработать, да и купить, что захочешь, без всякой очереди. Нажраться, да напялить на себя всякое барахло. Вот за что они продают родину и свое человеческое достоинство. Вот и дело их жизни, хоть под Халим, слуга, да сыт. Вы, сволочи, работать устали. Немецкие благодетели захотели. Обыватели проклятые. О победе узнала дома. Собиралась на дежурство и услышала голос Левитана. Заспешила на работу. На улице все куда-то бежали. Город был возбужден. В госпитале на первом этаже устроили танцы под патефон. Вальс, танго, полька, пустеп. Целый день крутили Шульженко, Утесова. Мы тоже танцевали и радовались со всеми. Были слезы. Обед был праздничный. Суп, мясо, гречка со сливочным маслом, салат из овощей со сметаной, черный хлеб, компот. Я, как и тысячи ленинградцев, рыла окопы, строила дзоты, но не верила, что они пригодятся, что они станут одним из препятствий на подступах к городу. Не верила, что война станет буднями нашей жизни, что она вырастет меня. В том, что будут бомбить Ленинград, я не сомневалась. Но что в 12 километрах от города будут немцы, я не верила тогда в то обыкновенное утро, ставшее через час первым моим боевым крещением. Мы уходили в Ленинград, к городу, и мы знали, что дальше этой земли немец не пройдет. Она станет смертельным рубежом для него. И если он вступил на нее, то смерть, смерть и смерть найдет для себя он на ней. Но в город, в город нашей свободы, гордости и счастья ему не прийти никогда. От городских застав мы не уйдем ни на шаг, ни на полшага не отступим. Так было прежде, будет сейчас и будет всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова